На протяжении уже 9 лет учащиеся Таминской основной школы Кохт-Лоярвы участвуют в сборе макулатуры. В этом году, несмотря на пандемию коронавируса, ученикам удалось общими усилиями собрать более 30 тонн. В сборе макулатуры принимают участие все классы с 1 по 9. Также активно помогают и родители. Все вырученные средства со сбора макулатуры идут на покупку реквизита или техники для актового зала и для школьного парламента. По словам руководителя по интересам Таминской основной школы Инны Мусаевой, финансы не являются главной целью. Здесь очень важна и экологическая составляющая. Впервые идея пришла в 2011 году. И так это стало доброй традицией. Ну, идея появилась еще в далеком 2011 году. Мы очень хотели парламентом, кстати, это кабинет парламента школьного, купить красную дорожку для наших выпускных, чтобы все было красиво, как в солидных, я не знаю, мероприятиях, в солидных каких-то заведениях. И не было в школе на тот момент лишних денег. А тут поступило предложение, не хотим ли мы сдать макулатуру, нам даже пообещали за это какие-то денежки заплатить. Мы, естественно, тут же за это уцепились, кинули клич, экологически прежде всего, а во вторую степень, естественно, материальный. И мы, да, собрали тогда, это было очень немного, по нынешним временам, это мы совсем чуть-чуть собрали, где-то в районе 7 или 8 тонн всего. Потому что сейчас мы собираем гораздо больше. Вот, мы собрали, мы дорожку купили, но с тех пор это стало вот такой традицией. Я, например, не я, не парламент, мы не ожидали, что вот так рьяно кинуться на следующий год собирать и на следующий год. То есть, например, первые 7 или 8 тонн, это мы все вручную перетаскали два дня. Следующий год чуть поменьше уже стали туда отвозить. А потом, когда мы поменяли фирму, мы сначала с Уиколой сотрудничали, а сейчас у нас СРМ-ресурсит, который вот в Тамику находится. И когда родители поняли, что нам еще это по деньгам, конечно, выгоднее выходит, когда сами отвозят. И мы стали все отвозить, уже, конечно, меньше на руках. Ну и каждый год у нас, мы обязательно вот эту экологическую составляющую тоже включаем. Каждый год вот классы, которые принимали участие, все абсолютно получают такую, не знаю, как диплом, в котором указано, сколько деревьев мы сохранили всей школы, сколько киловатт-часов электроэнергии, сколько мы предотвратили выбросы углекислого газа, и сколько сохранили чистой воды. То есть у нас прямо это все в цифрах идет. Мы лидеры уже который год нам, ну, много лет подряд, как вот с СРМ-ресурсами стали сотрудничать, они же делают поедавирума, и вот мы победители все это время. Следить за последними новостями на городском сайте.